друзья сейчас очень полезная информация вы знаете я где-то читала что женщины если ничего не хочет то это беда именно женские хочу дают мотивацию мужчине движение вперед и в семье в целом вообще можно сказать я много хочу но денег нет поэтому я уже ничего не хочу и это знаете такой мощный посыл во вселенную и на психологическом уровне сразу блок я много хочу но не добиваясь непонятно почему лень нежелание изменить привычный распорядок дня а может боязнь выйти из зоны комфорта но ведь за этой зоны как раз то что ты очень хочешь я осознала такую очевидную вещь на коне обычный тот кто больше знает а тот кто наглее и смелее вот что я подумал насчет всего этого а ведь это целая теория и недавно я прочитала про марафон исполнения желания от елены блиновской внизу под видео будут ссылочки заглядывайте посмотреть обязательно я решил попробовать тем более первые 10 дней бесплатно а дальше уже можно решать стоит она того надо ли тебе это а друзья давайте со мной а потом обсудим зашло или нет а старт совсем скоро а может кто-то уже участвовал как вам напишите пожалуйста под видео привет друзья сейчас едем смотреть кровать мы знаете что решили заказать новый матрас и кровать ну взять душно мне кажется это самый лучший выход потому что матрас но все-таки он странный может быть все что угодно может быть кто спал я например не очень хочу ну а кровать можно и матрас мы уже привезли сейчас едем за кроватью посмотреть сначала она использовали скажем так потом покажу вам как она что друзья мы уже на даче привезли эту мебель на легковой машине я не посмотрела а тут куча наклеек так придется отдирать здесь вот основание здесь тоже наклейки но вот это вот конечно это что-то буду оттирать потом устанавливать сейчас начинаем собирать мебель все просто тут и здесь у нас вот этот матрас который мы уже распечатали он пришел через компанию транспортный пэк это вот коллекция матрасов оскона так она была сложена сейчас уже отлежал с несколько дней вот мы взяли двухспальную то есть это 200 на 160 постельного комплекта у нас пока такого нет но будет приобретать новенький матрас и кровать у нас тоже размер 160 на 200 и потом здесь будем уже делать перестановку чуть попозже вам расскажу про параметры этого матраса как я выбирала что за матрас матрас я заказывала на сайте анатомия сна там была на него скидка 50 процентов по моему примерно 50 процентов и получился совсем совсем недорого да к тому же компания оскона вот эти вот матраса они пользуются популярностью так как они долговечные не капризные и вы знаете я специально консультировалась перед тем как заказать спросила что мне нужен именно матрас на дачу так как там все-таки перепады температуры чтобы с ним ничего не случилось вот так вот я его и выбирала на заказ его делали по моему около трех недель и после того как уже изготовим не позвонили сказали что готов и отправили через транспортную компанию название моего матраса это матрас аскона тренд ролл и внизу под видео я оставлю ссылку можете посмотреть на него и немножечко о параметров жесткость средняя это верха и низа тип конструкции без пружины из чего сделано чехол это жаккард синтетический высота вот этого особого матраса 16 сантиметров но сделано в россии на него идет гарантии полтора года и максимальный вес одного спящего до 110 килограммов и и Продолжение следует... Это так называемые речки. По-другому как они назывались? Не помню. Вот. Это чтобы матрас у нас не падал. На улице начало темнеть потихонечку. Шесть часов. Все темно. Так. Ну и последний штрих. Все укручиваем. Шесть часов. Шесть часов. Шесть часов. Такое королевское ложе большое получилось у нас. У меня нет вообще ни одного двухспального комплекта 160 на 200. Поэтому пока без ничего нашла. Ну это из дома я привезла постельный комплект. Но он видите, он совсем маленький. Ну и временно пока можно здесь спать. Ну матрас классный. Понравилось. Ну и конечно большая кровать. Это хозяйские. Их надо выкидывать. Вторая хозяйская кровать тоже выкидывать. Кстати, никому не нужны. Если что пишите, бесплатно отдам. Такой вот виноград у нас родился. Я собираю его потихонечку. Но оставляю. Но оставляю. И вы знаете, что интересно. Когда мы сюда пришли, его вообще не было. Откуда-то взялся. Сорт не знаю какой, но очень сладкий. Розовый какой-то. Я думала, что он дикий. А он оказывается еще плоды дает. У нас тут типа беседки хозяин сделал. Но вот эти вот все металлические прутья, они уже падают. Поэтому будем убирать. Вон они висят. Много тут его надо будет собрать потом до конца. Много тут его надо будет собрать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok